Йоу, с вами Кулгут, и сегодня будем играть в необычную игру, это Super Smash Bros. Brawl на Nintendo Wii, буду играть в Симулятор Долфин. Ну вот короче, будем играть в классический режим, тут надо передать кучу соперников, чтобы дойти до, как сказать-то, по-нормальному, Мастер Хэнда, чтобы избить эту летающую воздуховую руку и спасти мир. Ну классический режим, короче, он во всех играх серии был, угадайте, за кого буду я играть. А вот фиг вам, это будет не Йоши, совсем не Йоши, буду играть за Варрио. Да-да, просто дразнообразие, потому что я только что прошел как раз этот режим за Йоши, хочу попробовать за Варрио. Может, Варрио вообще будет... По сравнению с ним, Марио это вообще какой-то толстый добровольчик, а Варрио это крутой чел. Итак, первое, с кем мы будем сражаться, это Зелда. Вы, наверное, знаете. Кстати, я раньше думал, что Зелда это тот чувак, который с мячом бил, как раз это Ринк. Ладно, начинаем избивать бедную Зелду. Угу, не троги. В этом файтинге главное спихнуть врага за пределы игрового боя, тогда и закончится игра. Все, мы победили. Еее. Раздерпающийся, тут еще Варрио. Отлично, нам дают всякие монетки, бонусики за это. Так. Отлично. Теперь ему посложнее. Сражались за Дэнги Конгом и его сыном. Диди Конгом. И мой союзник, кстати, будет тоже Йоши. Это эпичный уровень, кстати. Ой, стоп, где я. А! Еее. Йоши нам поможет. Вообще классно бывает уровень, где ты один против трех сражаешься и союзником против двух еще. А, о господи, я хочу кого-нибудь избить. Дайте мне кулачок. Руки. Хе-хе, что я сказал? Ладно, давайте избивать этого Дэнги Конга. Если у меня тут вы можете разгреть на этом игровом поле. Потому что реально тут уровень большой, как видите. Все время поднимаемся наверх. Так, ждем здесь. Ага, молодец Йоши, избил Дэнги Конга, оставь только Диди Конг. Все, сынишка, потрапись за своим отцом. Эй, куда? Да. Давай, я тебя жду. Айуши там овёт, овёт. Эпичный боевый воздух у него. Эй. Диди Конг вот хочет убежать. Да господи, куда ты бежишь, Диди Конг? Сверх неминуемо. И как там, эээ, имперс, говорят. О, Дифит Изиминент. Да. Отлично он всё. Как видите, тут можно, если хоть и уйдите за краю голубой, вы сможете отпрыгнуть от него и прийти обратно на поды. Вот поэтому этим чугаются тоже и боты. А-а. А нет, Вага, не падай вниз. Фу, слава богу, я забрался сюда. А урочи ещё продолжаются. Поднимаемся наверх. Ну и чуа. Диди Конг наконец-то мы победили. Спасибо, Ёши, за садисты. Да-да. Может, я не буду показывать 10 классиков, могут показывать. Чё я сказал-то? Может, я не буду 10 классиков, могут показывать, но... Хотя бы начало в 15 минут, но я покажу. Итак, Сквихтофу, покемоны. Ну ладно, ладно, ладно. Ладно, начинаем избрать этого... Эту голубую черепашку? Я офигею. Зачем? Зачем Нинтендо понадобится голубой черепашке, честно? Мы как раз на арене для владельцев покемонов. Вы же смотри, этот мультсериал. Только он немного идиотский, да? Эх, ПГ получше. Одно именно. Почему-то я смотрю, мультсериал. О, кстати, сзади как раз написано, что сейчас этап нормальный. Хозяева только тренируются и всё такое. Я не покемон, понял. Эй, хорош меня уже избивать с своей импанцирью. Всё, отлично, кайстов. Кребил. Носкартошка держит. Валер, как обычно. Да, эпичный ухлук. Мне бы так ухмыряться, как Валер. Он, он мой кумир, наверное, он так ухмыряется. Ладно, и Брагово. О, господи, Лукас. Я, кстати, не помню, откуда он. Кажется, он из Эртбаунда, который из The Best Game of N'Gale, а вот из Game of N'Gale. Я не знаю. Я не знаю, это у Лукаса, откуда он. Он кажется, именно из Мады 2. И 3. Ну, короче, куча ПГ, не интересно, что я тут Брагово-то. Ну, я не знаю, не знаю этого Лукаса. Может же Джордж Лукас в детстве, да, он сейчас такой огроменный избивает всех. Так-то Вейдер сейчас строит, да? А, кстати, какой особый удар интересный у Брагово? Я не знаю пока. Ну, а пока просто кулачком всех могу избивать. Эй! Тут будет посложнее с ним драться. С гигантским Лукасом. Потому что просто так спихнуть мощным ударом вниз не получится. Он опять прицепляется. Крыгает наверх. Не чугается. О, Господи! У него световой меч. А! А, ладно, он меня не избивает. Слава Богу. Я уже... Я уже... Нажил в штаны, извините. Ну, давай, давай, подходи, Лукас. Лукас, подходи. Ты вообще это... Я тебя не звал. Ты никто не звать тебя никак. Хотя нет, ты Лукас, да. Подходи ко мне. А то я просто в пустую... Крик... Это... Классу по клавишу и не могу его избить. Нифига себе, что он сейчас... А, астероидный дождь. Господи, милосердный. Меня не задело пока, меня не задело. Всё отлично. Ха-ха, он сам хорился в копость. Ну ладно, нам-то и лучше. Да, Вэр опять рад. Я ничего не делал. Мои монетки опять текут мне в карман. Да, он, наверное, вот это думает как раз. Об этом. Ладно. Сейчас бонусные уровень, где надо разбивать мишеньки. Ладно, начинаем. Уровень легкий. Потому что ты никуда не сваришься. Ну, точнее, можно свариться, конечно, но... Ну, это надо постараться, да. А то там ещё один есть бонусный уровень, где там вообще капец полный. Ладно. Одну мишеньку разбили. Забираемся двойными прыжками наверх. Так. Господи, милосердный. Ну, нас с временем вообще сполна. Я как раз там за три секунды до конца в прошлый раз разбил все мишеньки, а за ёж и брал. Это было пять минут назад. Ладно. Берем мишеньки, берем мишеньки. Ой, блин, я совсем мелким стал, как и те, которые выживут тут. Тупой гриб. Ненавижу, они такие курициногенные. Вообще, варенью грибы. Ему бы монетки. Монетки. Блин, из-за него я все время в своих обзор даю эту грибу монетки вместо деньги. Честно, это капец полный. Это все, он во всем виноват, да? Так, тут ящичек, забираемся на него. Так. Еще одну мишеньку избиваем. Сюда прыгаем. А, еще одну мишеньку избиваем. Да, господи, мастердный. Еще немножечко, еще немножечко. Так, верь, принцесса Китана из моктого комната внизу. Жаль, что без резы. Ну, конечно, все, короче, я за 52 секунды до конца успел разбить все мишеньки. Все, и легко. Надо только уметь крыкать, а то я до этого не умел. Тут надо настроить выступание под каждую дыру по-нормальному, потому что тут реально на клавиатуре не очень удобно играть. Ну, да ладно, я все настроил. Давайте играть. О, Керби! О, господи. Как его Гамаз называют? Кирбу. Да, Кирбу. Привет, Кирбу. На тебе. Эй, где мы? А, все, вот платформа поднимается вверх. Типичная арена какая-то. Эй. Керби, только не надо опять свои крутые заморочки делать, а? Я тебя не люблю, ты какой-то розовый сгусток в волшебства, честно. Да. Блин. Вообще, он. Не, посадщика любит классный персонаж, конечно. О, господи. А-а-а. Блин, что за ловушка была? Меня спикнуло, внесло. Ладно, у меня еще одна жизнь есть. Спускаемся вниз. Мне мы отребезда сообщать, что он там что-то код почистил в кэше. Отлично, меня прибили. Ладно, у нас еще одна попытка, только за это у нас очки отнимут. Ну, да ладно. Мне какая ральность, я хочу просто в Тори мод пройти. Ой, то есть классик мод за него. За Варю. Все, монетки мы потеряем, но не волнуйся, Варю мы и забьем этого Керби до смерти. Я тебе обещаю. О, у меня мотоцикл есть. Ее. Ее. Постарайтесь, у меня крутой байк, а у тебя ничего нету, по-моему. Вообще классно. Смэ с начальной сценкой из Варилон 4, как раз. Ну, давайте, давайте. Еще могу сказать, кстати, что... В каждой части гад сейчас только качество, как за ножом, по-моему. Потому что... Брать с тем не меняется вообще. Тут только добавляет затопать на оружие режимы. А, господи, нет, 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 нет. А, опять меня отправил в палец. Да че, кто у него молоток тупой. Я пока постраничу от него. Он что-то там бегает, бегает. Как у него молоток отварится уже. А-а-а. Фу, все. Кёрби, я тебе отомщу. Кёрби тупой. У меня есть автомат, понял? А у тебя нет автомата, да? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на. Эпично. Понял, только булаву взял. Опять... А, это не булава, это какая-то ловушка, опять короче. Наконец-то я его прибил. Все, Кёрби, ты... Добрый, как меня на учение, я тебе отомстил. Нах-ты, розовый сбусток. сладкой ватой ладно отлично алимак а чувак из пикмина тоже классный к только она на писяне уходила это не сразу что такое но вот потом увидел этих пикминов вместе с ним вот этих вот эти кризмы ходячие это пикмина да я помню что за игра арена тоже из пикмина сам не жестокая гавнили пикмин да даже не такая жесток как вот это и там супер марио 1 до жду ответа озон сделала обзор на могу один да господи милосердно 5 камаз извините извините отлично мы кинтой депой гаинта алимара прибиты хотя он был огромный но варе ничего не страшит вообще все в этом кассе моде 12 уровень может она могу их всех пойти может быть того часть дела ну не знаю почему мочим тега команду fox тут как раз такие этапы где надо избавляться от толп одинаковых персонажей разных костюмов кстати тоже пик он видите как красиво отлетают как сразу же они такие маленькие беспомощные у арена наклоняется тоже прикольный момент для так-так-так-так-так-так-так-так-так опять всякий предмет на арен-пад только шар огромный спихнули вниз эти тупые весенки стакфоксы отлично их что секиры избиваю а не это их принцессы китаны о ло ло финишки финишки мне сказал давай 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 бруталити делай и хотя бы фрэншип давай финишки им я сказал дачок то они как-то от века не так уж красиво разлетаются лао вы меня почти со сарена спикнули господи мосердно вы нахожу подобрать он потом в кучу это вызов истребитель до которого соберутся клуб точнее вообще сразу не гвана ткай это мы победили ну да ладно их так смогу всех пили да блин а нифига не панкова избиваю ну вроде кто-то подыхает да кажется только 3d составите все а звездные пилоты вы сдохните дети капитан зоофила он не зря я оскорбляю старфокс может фанат есть ладно так ладно еще два из осталось у меня уже урон 100 процентов но это ничего не означает настоящего на инзаре о господи все все сейчас есть любите вызову одно замочил этими с комитетом кстати прикольно очень бонус и си вызовет это ваш соперник это вам капец точно всем видели лисички нас не оскорбили то есть не обдивили ну вы поняли это была первая часть летсплея супер смеш-бразерс броу за бага в классе моде для просмотра с вами был курат подписка и писать оценки до свидания